Лаборатория актуальной драматургии и режиссуры «Вешалка. Подросток» работает уже целую неделю в Красноярском ТЮЗе. Она полностью посвящена подростковой драматургии и юным зрителям. Вот о тонкостях такого театра мы сейчас поговорим с одним из руководителей «Вешалки», известным театральным деятелем и заместителем директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа Олегом Лаевским. Олег Семенович, здравствуйте. Добрый день. Если я правильно поняла, в этом году «Вешалка» — это спектакли для подростков. Вот как часто они вообще в театры ходят? Потому что мне кажется, что аудитория там немного другая. Вы знаете, во-первых, младших подростков всё-таки делятся ребята, которые подростки 9-12 лет и всё-таки 13-16 лет. Это старшие и младшие подростки. Совершенно два разных мира. Хорошо. И младшие подростки их водят в школу. Старших тоже пытаются водить, но там уже немножко начинают работать другие законы. Если они втянулись в театр, если они доверились театру, то они становятся самостоятельными зрителями. А если нет, то так же школа водит их насильственно. И задача театра их завербовать, не отпустить, предложить им то, что будет им интересно. Хорошо. Ну вот вы сами сказали о том, что целыми классами школьники сейчас ходят в театры. Чаще всего, мне кажется, смотрят всё-таки классику, которую в школе проходят. Вот как вы считаете, возможно так детей приобщить к большому искусству? Да нет. Ну понимаете, это вообще очень длинный, сложный разговор. Я не думаю, что стоит вот так морочить голову зрителю и себе. Важно понять, что сегодня у подростков есть серьёзная проблема. В связи с их частым виртуальным существованием они теряют эмпатию, сочувствие. Они как бы перестают чувствовать живое. Потому что привыкли жить в другом мире реальном. А театр — это живое общение. И вот эта утрата эмпатии, утрата сочувствия — это большая угроза для человечества вообще. Это пока мировая проблема. Потому что во всём мире подростки легче общаются через чаты, чем на живую. Они приходят вместе, а сидят каждый в своём телефоне. А театр — это всё-таки такое соборное, коллективное существование. И единственное, может быть, из искусств, которое осталось, где нет фонограммы чаще всего. Нет плазмы, нет цифр, а есть воздушно-капельным путём общения. Просто от сердца к сердцу. Поэтому это важно, чтобы подросток ходил в театр. Так а как завлечь всё-таки этого подростка в театр? Вы сами сказали, интернет, специфекты. Соблазнов много, конечно, конечно. Всё правильно. Вот наша попытка — это предложить им материал про них. Понимаете, мы же тоже странно устроены. Мы почему-то, когда идём на рыбалку, берём червей, который любит рыба, а не клубнику со сливками, которую любим мы. А подросткам мы предлагаем вишнёвый сад. Понимаете, который нам о чём-то говорит с нашими утратами, проблемами. А им ни о чём не говорит. У них нет этого опыта. И поэтому театр сегодня пытается говорить с ними о их проблемах. Пытается, чтобы молодые играли молодых. Чтобы не было этого странного разрыва возрастного. И тогда подросткам про себя интересно. Им про другое не интересно. И это является нашей вербовкой. Обращение к современной пьесе. Очень долго не было пьесы для подростка, потому что вообще никто не понимал после 90-х, а кто эти люди, кто приходит. Они уже воспитались в постсоветское время, и уже всё по-другому у них устроено. И только сейчас, немножко повзрослев, эти ребята начинают писать о себе, начинают писать пьесы. Только последние пять лет появилась подростковая драматургия. И сейчас она актуальна. Она про страхи, про насилие, про жёсткие отношения внутри школы, про отношения с деньгами, совершенно по-другому устроена первая любовь, потеря невинности. Это всё другое. И вот этот другой мир, в котором они живут, требует нашей коррекции. И наша коррекция – это та драматургия, тот театр, который мы предлагаем. И ходят, и смотрят. И ходят, и смотрят. Вот вчера был очень интересный показ. Молодой режиссёр из Москвы, Георгий Шурков, делал такой материал, современную пьесу, про тех, кого касается. Это игра слов, потому что там история про мальчика, который общается посредством касания. То есть он другой. И вот как в классе воспринимают другого, другое, как вообще современные подростки реагируют на другое, на чужое, на инакое. В общем, то, что связано очень часто с какими-то, может быть, физиологическими отклонениями в человеке, а может быть, характерными. Вот. И очень много ребят, подростков, там, десятиклассников, девятиклассников принимало участие в обсуждении. Это было безумно интересно. Потому что, опять же, то, что говорили учителя о школе, и то, что рассказывают подростки о школе, это совершенно две разные школы. Это совершенно два разных мира. И то, как подростки разговаривают между собой, и то, как подростки разговаривают со взрослыми, это два разных языка. Это все интересно, и этим театр занимается. Просто театр в этом отношении более подвижный, чем кинематограф, ну, конечно, менее подвижный, чем интернет, но там все другое. Там все-таки ты можешь себя выдать за кого угодно, ты превращаешься во что угодно и верешь сколько хочешь. Театр все-таки немножко про правду. У меня к вам последний вопрос. Если я правильно поняла, то задача вешалки создать идеальный спектакль для подростка. Вот каким он должен быть? Идеальный спектакль вообще, знаете, с идеальным у нас на земле... Сложно. Сложно. Все как-то неидеально получается. Наша задача завербовать, чтобы человек зашел в театр один раз и стал его зрителем. Это нужно и театру для его развития, это нужно и подростку для его развития. А идеальное, ну, может быть, в системе отношений что-то и возникнет. Хорошо, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию. Очень интересным разговором получился. Будем надеяться, что подростки чаще будут ходить в театры и интерес их все-таки в Красноярском ТЮЗе как-то разбудит. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского театра Олег Лаевский. Спасибо. Спасибо.